Всем доброго времени суток. Какой Севка занудливый и въедливый мужик. Вот если что-то втемяшит себе в голову, не выбьешь и не выколотишь оттуда это ничем. Прицепился к бабе Тане, скажи, что ты не против, чтобы Надя жила здесь поблизости. Ты против или не против? Ну вот если не против, вот так вот прямо и скажи, я не против, чтобы Надя жила вот здесь вот рядом со мной. Крутил, вертел, все-таки вынудил. Ну и что это даст? Ну сегодня она скажет не против, завтра скажет против. А теперь против. И не хочу, чтобы она жила здесь рядом. Что ему это разрешение? Они будут ориентироваться на согласие ТВшки, честное слово, и спрашивают матушкиного благословения. Скажи, маменька, иначе все. Если ты будешь против, мы ни за что за это дело не возьмемся. И уедет Наденька во своя осень и соло нахлебавшем. Сидит он опять в малиннике. Пришел к ТВшке. Там же сидит и Надя. Говорит. Написала какая-то ему зрительница и задала ему такой вопрос. Куда ты денешь деньги, когда помрешь? И кому они нужны? Ну деньги можно тратить только когда человек жив. Когда человек умер, уже все. Потратить не получится. Тратить эти деньги будут те, кому они достанутся. Либо по наследству, либо нечестным путем. Ситуации разных жизней бывают. Но только не самый умерший человек. Уже для него будет все закончено. И кому они нужны? Ну самое интересное, почему это интересует так сильно эту зрительницу. Вот честно, я не могу представить, что у человека в голове, когда совершенно другому незнакомому человеку один другого спрашивает. Куда ты денешь свои деньги? И кому они нужны? Я могу понять, если это спрашивается в кругу семьи. И то это как-то странно выглядит. Задала бы, например, Ира ему этот вопрос. А куда ты деньги свои денешь, а? Севка потратит, пока будет жить. И к концу своего земного пути, если он так, знаете, будет растягиваться, как человек предполагает, на более длительный срок, он их просто-напросто потратит. Севка послал эту зрительницу на три веселых. Деньги нужны при жизни. И потом людям все равно, кому они достанутся. Сейчас Севка живет, зарабатывает, тратит на себя столько, сколько пожелает. Лучше иметь деньги на то, что человеку нужно, чем не иметь и бедствовать. Главное, чтобы на век человека хватило. Как-то так примерно люди, в принципе, и рассчитывают. Что-то откладывают там НЗ на черный день. Как-то думают, надо бы хоть какую-то заначку себе иметь, чтобы потом в случае чего не ходить и не просить. Если, конечно, у кого-то так получается. В любом случае, нормальные люди всегда стараются иметь хоть какой-то маломальский запас. Ну, напишет Севка кому-нибудь завещание, отметит, кому они достанутся. Не пропадут, если только они на тот момент у него будут. Уж Севка об этом позаботится. Вообще, такое, знаете, странное было это видео. Вначале подняли тему о жизни, о смерти, о долголетии. Потом начали вспоминать всех своих родственников, кто как умер. Надя кое-что там про себя начала рассказывать. Ну, давайте обо всем по порядку. Стали вспоминать, как умер Олег. Господи ты, боже мой. Сколько уже времени прошло. Чего он им на ум пришел, я не знаю. Опять-таки, в очередной раз хотели показать, какие они хорошие, добропорядочные родственники. Баба Таня говорит, Олега лечили за свой счет. Севка тоже такой, тяв-тяв, правильно говоришь, правильно, да. Когда, говорит, с ним беда случилась, баба Таня же ушла. Севка же к тому времени как-то разжился деньгами и сказал, так, мама, давай, снимай где-то тут поблизости к своей остановке квартиру и живи отдельно. По-моему, она там прожила всего месяца 8 и все. Олег дольше не протянул. Баба Таня говорит, позвонили мне, сказали, что он не выходит и какой-то запах неприятный пошел из квартиры. Я пришла, открыла, он еще был жив, его забрали. Пытались они каким-то образом его лечить, но ничего не получилось. Там через сколько-то дней человек скончался. И хоронили, тоже, говорит Севка, мы за свой счет. И его, и его мать, да, говорит, сестру ТВшки, тетю Валю, тоже хоронили. Вроде бы сказать, ну, квартира же им досталась. Нет, не получилось, говорит. Квартиру продали и все деньги отдали сыну этого Олега. Хотя при жизни этот сын носок папеньки даже не казал и узнал о смерти отца спустя какое-то время. Севка говорит, я платила за съемную квартиру матери, а она оплачивала комуслуги за ту квартиру, ну, которой она считалась хозяйкой, в которой жил Олег. И вот скажите-ка на милость, она знала, как это делать? Она знала, где купить что-то подешевле, как продать это все подороже. Как она рассказывала, она там на жалость давила. Купите у бабушки, пенсия у меня маленькая. Может, вы что-нибудь возьмете? Зато сейчас, когда Севка у кого-то из старушек купит что-то чуточку дороже, она тут же орет. Вот так, давай, шир-пыр, давай, налево-направо раздай срака. Сколько этих бабок по белу свету, всех не обогреешь. Когда это дело касалось ее, тогда она, конечно же, так не считала. Она говорила, какие люди молодцы. Вот чуточку больше мне оставили. А мне уже такая, знаете, ну, один оставил, другой оставил. И такая существенная прибавка к пенсиям. Жила каким-то образом самостоятельно, а потом Севка довела ее уже вот такого, до овощного состояния. Если просто по факту сказать, то они отдали квартиру эту просто так. Ведь если бы ТВшка не заболела и не посоветовали им отдать квартиру, как откуп от болезни, то они не отдали бы. Если кто-то знает эту историю, то все прекрасно помнят, как это начиналось, как развивалось и чем закончилось. А сейчас вот если, ну, я же говорю, вот как просто по факту. Да, отдали квартиру просто так. Ну, по факту не просто так. И еще говорят, говорит баба Таня, что мы жадны. Ну, про жадность ТВшки, в принципе, легенды можно слагать. Сама бы она эту квартиру не отдала бы ни за что. Пусть ей хоть миллион раз сказали бы. Это откуп от вашей болезни. Давайте отдадим. Севка ее крутил и так, и сяк, пока конкретно не сказал. Хочешь ты этого или не хочешь, в любом случае, квартиру я продаю, так как я уже договорился с людьми, и что да, продам. Эту квартиру, в принципе, не хотели этот сын этот, не хотел продавать. Они, видимо, собирались там жить. Но Севка говорит, я уже договорился, уже все, там, купля-продажа начала оформляться, он уже получил какой-то задаток, и даже этот задаток он тоже отдал, как честный человек. Ну, получается, племянник, да? Рассказал Севка еще, что ТВшка бредила стенкой сестры и вообще полностью ее квартирой. Так хотела она иметь такую же. Видимо, так откровенно завидовала, что сестра об этом очень хорошо знала. На что тетя Валя и отвечала, ну, завидуешь мне моей квартире. Но если вы мне отдадите то, что у вас лежит на книжках, вот тогда, говорит, я отдам вам свою квартиру вместе со стенкой. Значит, деньги у них были на нечто подобное. Они могли и сами себе это все купить. Ну, от женщины, конечно же, многое зависит. Если бы ТВшка была разумной женой, то подвела бы к тому, что давай мы себе тоже купим квартиру в городе. Почему бы и нет? Ну, вот хочу иметь, как у сестры, квартиру. Давай возьмем. Ну, имела бы и квартиру, и стенку. Видела же, что муж ненадежный. Мало ли, вдруг вот так вот хвостом совсем завьюжит, уйдет и с концами. Ну, она как-то об этом не позаботилась. Знаете, есть такие, а, все, ну, ничего, нормально, там на книжках лежит, все, ничего не поменяется. У нас тут дети, и один ребенок, и первый сын, и второй сын, уже трое детей. Он теперь намертво ко мне. Ну, там где-то гуляет, но все равно ко мне вернется. А вот видите как. Не подготовилась, в общем, она к этому разрыву заранее. Севка говорит, ну, стенка и вправду была красивая. Ну, сейчас, конечно же, говорит, она ни к чему. Вот, говорит, у меня квартира. А ее там ставить-то ему и некуда. Ну, конечно, квартирка-то у него крошечная, они там с Колей ходят бочком. Далее стала Надя рассказывать, как она получила свою квартиру. Должна была, говорит, получить и эту квартиру. Другая женщина, ну, она там что-то намылилась уезжать, и квартира освободилась. Ну, и сказали, ну, значит, Надя, мы отдаем эту квартиру тебе. Надя жила с мужем уже, вот с этим Толиком покойным, вместе с его родителями. А когда решили уйти, Надя говорит, они и так на нас обиделись. Наверное, не хотели отпускать Надю. Ну, и рассказала по поводу вот детей, то, что писали в комментариях, что Надя отбила, из семьи увела, там больной ребенок. Надя говорит, никаких детей у мужа не было, а если бы были бы, то она и сейчас помогала бы этому ребенку, заботилась бы о нем, с удовольствием бы поддерживала общение. Ну, кто знает, кто знает. Может быть, вырос бы такой ребенок, что не захотела бы и видеть. Это все чистой воды ее фантазия. Она просто этого всего не испытала, и она не знает вообще, о чем она, в принципе, говорит. Ну, ей сейчас на данный момент так кажется, что любого она, вот пусть даже и чужой, не ее, но она бы с радостью приняла. А может быть, и правда приняла бы. Опять же так, история не терпится слагательного наклонения. Если бы, да кабы. Может быть и так. Я не совсем поняла один момент. Как она попала на работу на севере? Я так поняла, что Толик был живой, а она ездила работать на север, и там параллельно встречалась с каким-то мужчиной. Севка спросила, а он был женат? Ну, естественно, Надя, когда к ним стала ездить, она по секрету всему свету рассказала, что да, она там встречалась. Сама уже была вроде бы как в отношениях, и там встречалась с человеком, который был женат. Ну, и вот по ее лицу, когда она говорила, нет, он не был женат. Севка приближал камеру, видно было, что Надя лукавит и очень конкретно лукавит. Севка потом спросил, а жена того мужчины, она как, жива? Надя сказала, ну, в то время была жива. Ну, опять же таки, тем самым она и подтвердила, что женщина у того мужчины была. Ну, и не просто женщина, а конкретно официальная гражданская жена. Хотела, говорит, после смерти Толика найти этого человека, ну, видимо, чтобы сойтись, но, говорит, не нашла. Надо было писать передачу «Жди меня». А потом, говорит, спустя время, я узнала все-таки, что он умер. Севка стал узнавать, а как его имя, фамилия, а где он проживал, где-то на Западной жил, там же он и скончался. Зачем ему это надо? Вот хочется спросить, для чего? И тут в постель влез, а какой у вас кекс был? Это ты вот про него говорила, что там такое что-то было там, Надя, у тебя с ним. Ой-ой-ой. Вот нужен ему этот вообще вот чужая жизнь, чужой кекс, своего нет, так хоть чужими историями поразвлекать себя. Севка, недолго думая, поворачивается к матери, говорит, слушай, а я тут еще одного твоего полюбовника вспомнил, женатого. Помнишь, к тебе ходил? Ира рассказывала, такой вот, вот такой вот. Баба Таня так сидит, смотри, может, он про своих бы уже в конце концов рассказал бы. А то что-то его личная жизнь, как он говорит, за семью печатями. Но зато нижнее белье грязное чужих посторонних людей не свое. Мамы, Нади. Он почему-то вытряхнул с превеликим удовольствием. Ну и рассказал бы, рассказал бы про Колю. Пусть бы у Коли задал такой вопрос. О нем бы снял передачу. А что так? Почему только вот этих вот пожилых женщин он начал расспрашивать и раскручивать на эту тему? Вообще так рассказывали, что, знаете, не разберешься, кто с кем, когда и почему. Да и честно говоря, я не знаю, ну кому на самом деле вот в принципе это может быть интересно. Вот очень часто пишут комментарии. Да, Надя вообще неинтересна. ТВ-шка тоже неинтересна. Ну кому интересно, с кем они там встречались в течение своей жизни? Ну вот на самом деле, вот неужели может быть вот такой человек, который раскрыв рот, слушал, ну надо же, Надя, и ТВ-шка, они обе встречались с женатым человеком? Ну надо же, вот это да! И давай строчить комментарии на эту тему. Ну неужели правда будут вот такие вот, честно, невозможно это представить. Это видео, хорошее воспоминание для тех, ну кто не смотрел Севку, не знает историю о его брате, о том, что у ТВ-шки была квартира, каким образом она к ним попала, как они с нею расстались, почему ТВ-шка осталась без своего угла. Я помню трансляцию под названием «Брать тю-тю», вот где Севка рассказывал об этом, вообще в принципе о том, каким был его брат этот двоюродный. Ну и после этого он еще долго говорил об этом, там о похоронах, как он помогал, как лечил. Ну в общем, впереди планеты всей, конечно же, и он, и маменька. Всю жизнь всем подряд протягивают руку помощи, вытаскивают, спасают, а люди неблагодарны, не ценят того, что для них было сделано. И сейчас зрители слушают и не верят, а могли бы написать слова поддержки и сказать «Какие же вы молодцы!» А вот таких люди, вот такие люди, как вы, это же вот на вас земля просто держится. Какие вы замечательные, потрясающие! Вот таким вот был мой обзор на этом я буду его заканчивать. Всем спасибо за просмотр, надолго не прощаюсь с вами. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok